Слава Богу, хорошо иметь возможность тоже и с молодёжью встретиться. Я верю в молодёжь, верю в молодёжную работу в церкви, верю, что это самое, возможно, важное, что церковь делает, это достигать следующего поколения. Потому что мы призваны передать факел веры следующему поколению. Без молодёжи в церкви, как бы это ни звучало пафосно, но это так, у церкви нет будущего. Аминь. Когда мне было 16 лет, я думал, я буду жить вечно. Где-то к 30 годам я начал понимать, что это не так. Я собираюсь жить долго, столько, сколько Господь позволит, но точно не вечно. Это значит, что однажды мне придётся передать всё, что я делал здесь на земле, следующему поколению. И если никого не окажется, кому можно передать, тогда можно сказать, что дело остановится. Неважно, каким оно было значимым, замечательным и потрясающим, в моё время оно потеряет всякий смысл, если его не передать следующему поколению. И какое-то время тому назад, один мой хороший знакомый был в одной стране, не скажу где, и посещал одну очень известную церковь, которая много лет тому назад была известна за огромное пробуждение, которое там происходило. Были тысячи людей, которые спасались, и это было лет 50 назад. Сегодня в этой церкви 200 человек, в основном одни пенсионеры. Слава Богу, мы любим пенсионеров, мы любим всех, но мы понимаем, что мы должны достичь всех, но мы должны достичь следующего поколения. Потому что каким бы ни было великим пробуждение в этой церкви, в их время, из-за того, что по какой-то причине они не смогли достичь молодое поколение, можно сказать, что это пробуждение остановилось. Они не смогли передать его дальше, и в итоге они отдали свою огромную-огромную церковь, они отдали в аренду молодой церкви, новой церкви, которая только-только начинает становиться на ноги, которая в основном проповедует как раз молодежи. Поэтому я верю, что в каждой церкви должно быть сильное молодежное служение. Аминь. Когда я приехал в Самару, и мы начали работать в церкви, там было много разных сфер, которые требовали внимания. Но первое, буквально, практически первое, с чего мы начали, это была молодежная работа. И я почувствовал, что если мы не начнем молодежную работу, неважно, сколько внимания и сил у меня требуют другие дела, мы должны обязательно начать с молодежи, мы должны обязательно уделить внимание молодежи. Молодежного служения не было, в городе была очень своеобразная тогда ситуация с молодежным служением. Вообще, я бы сказал, такая для меня даже непонятная. Потому что в церквях не было молодежных служений вообще. Я не знаю почему. Некоторые пасторы думали, что это не важно, некоторые пасторы думали, у них руки до этого не доходят. Поэтому они как-то очень интересно сделали, они выбрали пастора одного, который бы всю молодежь города пас. Интересно. А все церкви встретились и сказали, давайте мы назначим одного пастора, межцерковного. Но, и, ну, я не говорю, плохо ли это, хорошо, но для меня это звучит немножко как межгалактического, как вселенского. И который будет, вот, и мы будем ему всю свою молодежь отправлять, читай, в скобочках, сплавлять. Который будет заниматься молодежью, и вот, чтобы они нас не доставали в церквях. Вот. И это на самом деле так и было, просто вот сплавить молодежь. И иногда, и к детскому служению так же иногда бывает, в церкви относятся, ну, а что такое детское служение? Иногда люди думают так, что детское служение, это и подростковое служение, это что-то, чем занять детей, чтобы они нам не мешали серьезные взрослые дела делать. На богослужении. Богу поклоняться и служить. Чтобы дети нам не мешали, давайте их отвлечем чем-нибудь. Вот. Ну, там, чем угодно. Вот это, но это неправильный подход. Вот. Воскресная школа – это такое же по значимости и смыслу, и наполнению. Благослужение только для детей. Какие? Благослужение. Одно время в Самаре, когда я приехал, там использовали такое выражение – основное служение и молодежное. Я сказал, подождите, давайте это менять. Во-первых, для меня большой вопрос, где основное. Потому что, с камерой, с какой стороны посмотреть. Потому что вполне возможно, что основным лучше называть молодежным. Потому что это завтрашнее основное. Поэтому, ну, то же самое здесь. Детское служение. Потом, подростковое, вообще часто церковь не уделяет внимания. Бывает так, что в церквях не удосуживаются думать о подростках. Подростки – это вообще такая категория, которые, они застревают между молотом и наковальней, между воскресной школой и молодежным служением. На молодежное служение им еще, как бы, они немножко, ну, рано им ходить, может быть, да? А в воскресной школе им уже скучно. И я помню, как однажды мой сын, когда ему было лет 11, такой, пришел и говорит, пап, я не хочу ходить на воскресную школу. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, мне интересно, они там поют, «Рыбки в пруду, лань на бегу». А ему уже 11 лет, ему смешно это немножко. А очень такая ревностная преподаватель была, скорее, смешковая учитель. Она хотела, чтобы они все пели это. А он уже начинает потихоньку, он уже подростком становится. И, ну, и уже он не может эти песни петь. «Рыбка в пруду, лань на бегу». И, ну, он уже чуть-чуть другой в своем мышлении и восприятии. И это значит, что или я отмахнусь от этого и скажу, что «Ах, ались больше» или там что угодно. Или я подумаю, наверное, надо подростковое служение начинать такое, чтобы подросткам было интересно. Чтобы подростки, чтобы они чувствовали отождествление какое-то, чтобы их не нужно было палкой загонять. И потом, когда мы приехали в Самару, я увидел, что… Как мы начали подростковое служение? Однажды во время прославления я вышел в фойе церкви. И я увидел там человек 10 подростков, которые ерундой занимались. Потому что им было неинтересно на основном благослужении или на служении, ну, немножко. А им было там скучно. Оно сильно долго идет. И ничего интересного не происходит, на их взгляд. И слушать проповедь целых 50 минут – это неинтересно. И вокруг там взрослые, и они как-то чувствуют себя не в своей тарелке. И когда я сказал, что надо срочно начинать подростковое служение, и когда мы начали подростковое служение, мы сегодня не находим там подростков, которые ходят по коридорам, не знают, чем заняться. Которых надо заставлять на собрание идти и вылавливать их где-то там. И то же самое молодежь. Итак, молодежная, подростковая работа. И детская работа – это самая важная работа, которая, наверное, есть в церкви. Значит ли это, что остальное неважно? Нет, это не значит. Но мы должны четко понимать, что без этого у церкви нет никого будущего. Поэтому, если ты молодежь, ну, я вижу, что здесь не только молодежь, конечно, но если ты молодежь, тогда ты должен взять ответственность за молодежь. Ты должен взять ответственность. Ты должен подумать, что я могу сделать для того, чтобы достигать эффективно мое поколение. Ты не должен думать о том, что пастор что-то должен сделать, или кто ты должен что-то сделать. Ты должен взять ответственность сам. И поэтому я верю в важность молодежной работы. И поэтому, ну, когда мы были в Самаре, мы начали, первое, с чего я начал – молодежное служение. Это был один из первых шагов, которые мы сделали. Когда я приехал, я понял, если мы хотим иметь сильную церковь, невозможно иметь сильную церковь и слабое молодежное служение. Просто невозможно. Можно сразу забыть и похоронить даже мысль, даже надежду легкую, иметь сильную, эффективную церковь без молодежного служения. И я помню, как сейчас, когда я… Так вот, как я сказал, там был такой межгалактический молодежный пастор, который собирал молодежь с разных городов, и, извините, с разных церквей в городе. Я подумал, ну что, я, конечно, не хочу с этим воевать, но тогда я не могу просто говорить людям, не надо туда ходить, я же должен что-то другое людям дать, не просто запрещать что-то. Поэтому я запрещать ничего не буду. Кто хочет, пусть ходит, куда хочет. Вот. Но мы начнем служение внутри церкви, которое будет пропитано видением церкви, пониманием важности по местной церкви, и будет служить молодежи эффективно. И я помню до сих пор, как мы сделали первую молодежную встречу. И первый раз инициировали молодежную работу внутри церкви. Собралось 12 человек со мной вместе. 11 человек было. Немного, мало, я бы даже сказал. И так все, из этих 11 человек, скажем, человека 3 так были очень скептично настроены. Смотрели, ну и что из этого получится. Посмотрим. Ну, человек 5 во что-то верили. Остальные пришли за компанию. Ну, как всегда. Вот. И мы начали постепенно, шаг за шагом, шаг за шагом. Через уже чуть больше года мы провели первую молодежную конференцию в городе. Не все получилось так, как хотелось бы. Не было так людей много, сколько хотелось бы. Но спустя 5 лет сегодня в молодежном служении в Самаре по домашним группам где-то до 150 человек. Может быть, 130-140. И каждое воскресное богослужение приходит 80-90-100 человек на молодежное служение. Это хорошо. Аминь. То, что началось с 11 человек. Они провели уже несколько молодежной конференции. И последняя молодежная конференция, которую они провели для региона. Там было 400 только гостей из других городов, которые приехали. И все начинается с чего-то... С маленькой инициативы. С маленького шага. С готовности того, что ты берешь инициативу какую-то. И я уверен, что то же самое и больше, если хотите, может происходить у вас в городе, в вашей церкви. Нужно просто кого-то, чтобы Бог нашел, который готов взять ответственность за работу, за молодежь, за ваше поколение и что-то делать. Поэтому хочу бросить вам вызов, молодежь Белгорода, что вы делаете, чтобы достичь своего поколения. Я ни в коем случае не хочу вас как-то там, чтобы вы почувствовали осуждение. Ой, я ничего не делаю. Нет. Я это хочу сказать для того, чтобы вы начали что-то делать. И что вы можете сделать? Начните собираться в своей церкви и молиться за молодежь в вашем городе. Начните собираться регулярно. Начинайте. Вы уже проводите, я знаю, молодежные служения. Начните делать это. Начните домашние группы молодежные. Или у вас есть уже, да? Ну, если есть, продолжайте. Если нет, начинайте. Начинайте молодежные молитвы. Думайте, что вы можете делать для того, чтобы достигать город. Служение моего поколения. Это очень хороший инструмент. В Москве у нас молодежное служение сегодня это самое быстрорастущее служение из всех в церкви. У них, наверное, где-то около тысячи человек в молодежном служении. Ну, может быть, чуть-чуть меньше ходят. Но в общей сложности. В моем поколении в Москве только больше тысячи студентов, которые, и школьников, которые охвачены этой работой. Оба моих, и мой сын, и моя дочь очень активно участвуют в моем поколении. Это как бы все их служение. Они постоянно об этом там что-то делают и так далее. И я вижу, как сильно это их увлекло. Потому что школа занимает очень много времени и места в жизни молодежи. Школа или институт, техникум, где бы они ни учились. И там будет или вакуум, потому что если у меня нет цели, я прихожу в школу, и тогда что мне делать? Тогда некоторые молодые люди, верующие, они занимаются искусственной маскировкой. Как замаскироваться в школе так, чтобы никто не догадался, что я верующий. То есть они немножко как хамелеоны живут. То есть они принимают ту окраску, которая вокруг них. То есть когда они в школе, они такие все вообще. Никто бы сроду даже не подумал, что они верующие. А когда они приходят в церковь, они тик, и включают другую. Маскхалак такой, да? То есть они сразу раз, о, верующие, там, песни поют и так далее. Почему? Не потому что они такие плохие, у них цели нет, они не знают, что делать. Приходят в школу, а что мне там? Ходить все время всем кричать, я верующий? Или все-таки что-то, ну, да, но тогда как, зачем, с какой целью? Если молодежи дать цель, они горы перевернуть могут. Если им цель дать. Потому что у них есть огромное количество энергии, которое они не знают, куда направить. У них нет проблем с энергией. У них есть проблема немножко с опытом, но это дело наживное. И бывает проблема с целью. То есть они не знают, ну, что делать, а куда идти. И это задача, которая есть у молодежных лидеров. Это помочь им иметь цель. Помочь молодежи с целью. Понять, куда мы идем все вместе. Двигаться куда-то в очень конкретное, ясное место. Иметь понимание, видение и задачу, как развивать молодежное служение. Поэтому стройте команду в молодежном служении. Стройте, молитесь, молитесь за молодежь в вашем городе, молитесь за молодежное служение. Начинайте развиваться, молитесь за мое поколение, чтобы эта работа развивалась в школах и в учебных заведениях в Белгороде. Как я сказал, в Москве, наверное, львиная доля новообращенных людей, молодежи и подростков, которые приходят в церковь, это люди, которые приходят через служение мое поколение. Моя дочь в прошлом году привела 14 человек из своей школы в церковь. За год. Пол больше, чем по одному в месяц. Слава Богу. Аминь. И ты можешь сделать то же самое. Моя дочь просто человек, христианка. Она такая же, как ты. в ней нет ничего другого, чего есть во всех остальных людях, которые тоже знают Христа. И вам нужно лишь объединиться вокруг каких-то целей, вокруг каких-то понимания того, что делать. Иначе, потому что, когда молодежь бесцельная в церкви, это самое печальное зрелище. Они просто не знают, куда себя применить, куда податься. Они просто слоняются, скажем так, по церкви. Туда, чем заняться, куда деть свою энергию, куда потратить свои ресурсы, что делать. И очень немного места тогда у них есть, чтобы реализовать себя. И тогда это моя задача, как, например, лидера тогда позаботиться о том, чтобы у них было, было, что делать и дать им цель. Это молодежный лидер тогда. Это хорошо, чтобы вы, молодежные лидеры, думали о том, как развивать молодежное служение. Точно так же, как и воскресная школа. Молодежное служение это не место, где мы развлекаем молодежь. Заскучавшую и слегка отступившую. Это молодежное служение имеет совсем другую цель. А если вернуться опять к Самаре, когда я там оказался, мы начали служение, и они, ну, я говорю, хорошо, начинайте. И они начали, как они раньше сидели, понимали, не представляли. И тогда они начали проводить встречи такие, там они сценки ставят какие-то, ну, я говорю, хорошо, со сценками, нормально, но давайте славить Бога, давайте делать служение. Пусть служение, проповедь Слова, поклонение будет в центре того, что вы делаете. Это не значит, что вы не можете отдыхать или там ставить сценки, но если вы собрались, поставили сценки, поели, поели торт, попили чай и разошлись, что это, это не будет ничего строить, это не будет ничего созидать, и вы никуда не дойдете дальше, потому что это, тогда получается это служение только для того, чтобы развлекать заскучавшую молодежь. Дело в том, что все равно, ну, как, ну, мир предлагает больше развлечений. И если люди ищут развлечения, то они быстро опять заскучают и будут требовать снова хлеба и зрелища. И, но если я дам им цель, это совсем другое, потому что в мире люди не найдут цели, ради которой стоит жить. Там нет цели, там есть только развлечения, то есть время, время убийства. Знаете, есть такое, давай убьем время, люди говорят, вот они и убивают время. То есть время убить в мире можно, а прожить с целью нет, потому что цели нет. Цель ты можешь найти с Бога. И когда у тебя есть цель, ты удивишься, как время быстро идет. Тебе его будет всегда не хватать. Ты, он, приедет в Москву, поговорит с нашими лидерами молодежи и спросил у них, у вас много свободного времени? Они тебе ответят. Мы с утра до вечера молимся, чтобы у нас вот лишняя минутка появилась. У нас катастрофически не хватает времени на все. И никто там не скучает, у них нет времени скучать. Когда я иногда смотрю их инстаграм, я думаю, ну дают, там пишут, пять утра у нас лидерская встреча. А почему? Потому что потом в школу надо. Или там институт. В шесть утра у них уже там лидерский завтрак. Они со всей Москвы или там в шесть, может быть не в пять, в шесть утра. Со всей Москвы они съезжаются для того, чтобы успеть встретиться. Успеть вместе сделать там молитвенный завтрак. Они молятся, там кушают, что-то обсуждают, какие-то планы, какие-то цели, ставят и вперед. Бонзай. Новая неделя. Итак, начинайте строить молодежную работу. Начинайте думать о молодежном. Я не говорю, что вы не думаете, но, как сказать, но всегда можно больше думать. Аминь. Можно думать и делать что-то. Поэтому я искренне верю, что Бог хочет поднять сильную молодежную работу в этом городе и в этой церкви. Сильную молодежную работу. И Он хочет положить это бремя в сердца молодежи, в вашей церкви, чтобы вы начали просто рождать в молитве молодежное служение. В Царстве Божьем, дорогие, ничто не приходит просто так. Все должно быть рождено. И не зря Иисус говорил, что, помните, Он одну такую историю рассказал, что, он пример, Он говорит, что женщина, когда рождает, терпит скорбь, но потом, когда родит ребенка, уже не помнит скорби от радости. Это очень хороший пример того, что, так же, как человек должен родиться, так и в Царстве Божьем вещи тоже должны родиться. И рождение это такой процесс, который и болезненный, но все равно есть потом награда, потому что что-то замечательное рождается, появляется. И молодежное служение, я верю, что Бог хочет вложить в ваше сердце, я говорю сейчас прежде всего к молодежи, которая здесь. Но не только к молодежи, потому что, если ты не молодой человек, ты можешь все равно иметь время за молодежь и молиться за них, понимая, насколько это важно. Насколько это важно. Поэтому, но особенно, если ты молодой человек, брат, сестра, упрями это бремя в свое сердце и начинай рождать сильную молодежную работу. Аминь. Сильную молодежную работу. Не ждите, что кто-то придет и что-то для вас сделает. Вот приедет кто-то из Москвы сделает вам молодежную работу или пастор придет и сделает какую-то молодежную работу для вас и все у вас вдруг начнется и вы сидите пассивно и ждете. Я не говорю, что вы такие. Я просто говорю, что не думайте даже быть таким. что мы ждем, когда пастор. Пастор сам будет счастлив, когда вы придете и скажете, пастор, мы решили вот это делать, мы решили вот это делать, мы будем вот это делать. У нас вот такая инициатива и вот такая инициатива. Он будет только рад, если вы проявите сами эту инициативу. Поэтому начинайте встречаться, начинайте молиться, делайте планерки. Аминь. Знаете, есть это слово планерка. я был в одном городе один раз и разговаривал тоже с одним там пастором в этом городе и он мне все время говорил такие слова у нас городе вот ничего не происходит в смысле духовный застой ничего не происходит и снова снова опять и опять эту фразу мне вот у нас застой вот у нас движение никакого нет ничего не происходит в конце концов я уже так устал слушать эти его жалобы что я ему сказал слушай а вот объяснили как ты себе представляешь что что-то должно происходить вот как это должно происходить ну вот я не знаю вот мы молимся и вот господь начинает видеть свое что-то происходит говорю хорошо а как господь двигается ну вот я и мы молимся и вот что-то начинает происходить и Я говорю, а как это? Вот просто ты однажды утром проснулся, а Господь двинулся, и конференция идёт уже, да? Гости к тебе приехали, проповедники, ты думаешь, вот это да! Они зря молились. По всему городу плакаты расклеены, приходите нам на конференцию. Или как? А как ты представляешь, это происходит? Ты что, думаешь, вот, например, в Москве мы тоже сидели, молились, молились, а потом раз, и у нас вдруг конференция молодёжная, на которую там больше трёх тысяч человек приехало, вот оно просто вот так двинулось само, да? Я говорю, что Господь вот двинулся, или как? Нет. Ты говорю, знаешь, если хочешь, чтобы Господь двигался в твоём городе, знаешь, говорю, что сделать, собери свою команду, помолитесь хорошо, если надо, попаститесь, молитесь о Божьем водительстве и мудрости, а потом возьмите, откройте календарь, планировщик, садитесь и начинайте. Так, вот у нас сентябрь, что мы хотим в сентябре? Что мы хотим в октябре? Что мы хотим запланировать? Давай, в сентябре мы сделаем матьфу, в октябре мы пригласим этого гостя, в ноябре мы сделаем вот это, там, семинар, здесь мы сделаем, здесь мы будем говорить о домашней группе, здесь мы хотим сделать там какую-нибудь уличную евангелизацию, Здесь мы хотим сделать евангелизацию, хотим арендовать что-то. Здесь мы хотим сделать конференцию. Распланируйте все и начинайте работать. Много, 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 много работать. Вы знаете, как пробуждение вообще по буквам читается? Р-А-Б-О-Т-А. Работа. Если по буквам, так, а если читать, то пробуждение. Пробуждение это не что-то. У нас иногда совершенно неправильная картина. Мы думаем, что пробуждение это вот человек молился-молился, и что-то начало происходить. Никто это не контролирует, это просто. Иногда так Дух Святой изливается, ну как бы неконтролируемо, и мы не можем контролировать Дух Святой. Но вы когда-нибудь видели фермера, чтобы его жатва вот так же застала? Вот человек, у него есть 6 соток, дача. И вот вдруг в сентябре он утром просыпается, ай, морковка выросла, всего, что это вообще, я не понимаю, как, откуда это все взялось? Нет. Он же планировал, работал, много работал. Он четко знает, что есть прямая связь между вложенным трудом и отдачей. Аминь. Больше работаешь, больше получишь. Меньше работаешь, меньше получишь. Интенсивнее занимался каким-то вопросом, больше этому внимания уделял, значит, там будет результат. Почему мы думаем, что в Церкви и в Царстве Божьем по-другому? Все смотрят иногда и спрашивают, а как у вас в Москве молодежная работа? Так растет быстро, столько народу у вас там и так далее. Просто приедьте пару дней, поживи в ритме, в котором живет Леша Романов, наш молодежный пастер. И ты сразу поймешь, откуда все это. Это точно, это с неба. Но это не в том смысле, как мы это понимаем с неба, что это просто упало. Он работает. Это мягко сказано, работает. Я бы это лучше словом пашет назвал. В квадрате причем. Работает, 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 работает. И тогда что-то происходит. И у меня есть сегодня радостная новость для вас. Точно так же будет и в Делгородио. Точно так же. Что-то мне подсказывает, что духовные законы у вас не отличаются от духовных законов у нас. Не будет здесь так, что... А тут мы так вот, как-то так вот... Оно бум-бум-бум-бум происходит. Так не будет. Могу гарантировать. Вот сто процентов не будет. Надо будет собираться, планировать. Ну что там планировать? У нас тут 10 человек. Так и начинайте здесь идти. Я в Москве был первым молодежным пастором. Еще до Мартюничева Сергея. Я обычно говорю так. Прежде чем Мартюничев был, я есть. Я вообще первым молодежным пастором был пастор Мацула. Он тогда еще был вторым пастором. А первым пастором был пастор Кристос. Но потом он все больше и больше вовлекся в служение в церкви. У него уже не хватало времени для молодежи. И тогда он сказал мне, давай ты будешь молодежным лидером. И я помню эти первые молодежные собрания. Я помню, что там немного народу было. Немного народу было. Не какая-то такая прям большая работа, я бы не сказал, что была. Но ты должен начинать раскручивать маховик там, где ты есть сегодня. Начинайте встречаться, начинайте молиться. Не встречайтесь только, если молодежная работа ограничена тем, что вы встречаетесь только в воскресенье перед собранием, чтобы обсудить, какие песни спеть. То у вас так и будет там 7-8-10 с половиной человек еще 30 лет. Что я не верю, что Бог хочет. Аминь. Вы встречаетесь, если нужно, каждый день. Если нет времени каждый день, встречайтесь хоть через день. Встречайтесь пару-три раза, может быть, в неделю, чтобы планировать, чтобы молиться, чтобы говорить о том, что делать, куда идти, чем заниматься, какую-то новую инициативу предпринимать. Просто вместе молиться, планировать, думать и так далее. Потому что только так можно сдвинуть что-то и придать этому поступательное движение, чтобы это развивалось. Аминь. Аминь. Поэтому это и есть на самом деле ключ к любому результату, к любому плоду, плоду или как результату, достижению в любой сфере. И о молодежном служении проще чем? Проще тем, что у молодежи больше энергии. Поэтому если их завести, сдвинуть и как заинтересовать, и дать цель, они могут сделать гораздо больше, потому что у них энергии больше. Они, они, я смотрю там на молодежь, они готовы три раза в день проводить лидерские встречи. Потому что я был пастором и не в молодежном. И я знаю, что, например, скажем, когда я был региональным пастором, я собирал обычные домашние группы из взрослых, но их не заставишь три раза в день лидерские проводить. Они заняты и там тем, 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 и их энергии поменьше, им надо то успеть, и то, и семья, и это. У молодежи больше энергии. Поэтому давайте дадим им цель, давайте направим эту цель на конкретные какие-то дела, или энергию на конкретные дела, на конкретные цели, и мы увидим, как Бог будет спасать молодежь в наших городах. Аминь. Потому что молодежи много. Молодежи очень много. Нет вообще таких городов, где нет молодежи. Везде. И вот выходишь просто, сегодня мы пошли в торговый центр, кушали, и я видел, сколько я видел вокруг меня, там молодой человек, там целая компания, там целая компания. Когда ты ходишь и смотришь на них, ты должен ревновать. Господь, я хочу видеть их в церкви. Спасибо за ваш энтузиазм. Господь, я хочу видеть их в церкви. Я хочу видеть их спасенными. Я хочу видеть, как эти люди будут славить Господа. Аминь. И знаешь, кто это сделает? Ты. Я сам. Именно ты это сделаешь. Не пастор для тебя сделает. Ты это сделаешь. Аминь. И чтобы ты смог это сделать, я хочу тебе предложить принять пять решений. Сделать пять решений, которые изменят твою жизнь. Ведь все в нашей жизни является результатом решения. Извините. Все в нашей жизни является результатом решения. Наша жизнь не результат действия слепых обстоятельств. удачи или неудачи прошлого, наследственности, влияния других, счастливого случая и так далее. Ну, может быть, только в какой-то степени. Но на самом деле главным определяющим фактором в моей жизни являются решения. Которые я принимаю. Эти решения становятся рулем, который направляет мою жизнь в Божье русло. Или в какое-то другое русло. Вы помните молодого человека, даже не одного, целую компанию, группу друзей. Даниил Сидрах, Мисах и Абдинам. Молодые парни, которым было по 16-17 лет. Которые оказываются в нелегких обстоятельствах, по сути, в рабстве. Они угнаны, ну, не прям рабы, но пленники, скажем так, в чужой стране. Они представители проигравшей нации, которые их взяли в плен и привели туда. Они не отвечали, ну, как, не могли сами распоряжаться, распоряжаться своей жизнью, как хотели. И их отбирают для того, чтобы они были при дворе императора, царя. И их собираются кормить со стола царя, что многие бы посчитали блага, а то ли зло в жизни. Кроме Даниила, Сидраха, Мисаха, Абдинага, потому что они были евреи. Как вы знаете, евреи соблюдают кашрут. Это сбор правил и законов, относящихся к еде. Евреи отличали еду чистую от нечистой, которую можно было кушать, и которую нельзя было кушать. Это было частью их жизни с Богом в Ветхом Завете. И это была форма выражения того, что они отделены от этого мира. И вот им предлагают кушать с царского стола. А очень часто на царском столе оказывались идоложертвенные явства. Пища, которая предварительно была принесена в качестве жертвы идолам. Или просто не соответствовала их заповедям относительно чистой и нечистой пищи, которую можно кушать, которую нельзя. И они принимают решение в своем сердце. Оба написано. Они положили в сердце своем не оскверняться явствами с царского стола. Другими словами, хранить себя чистыми от этого мира. И это что-то, что мы должны много говорить молодежи. Потому что самая большая атака на молодежь заключается как раз в том давлении от тех, кто с тобой в классе, с тобой в группе, тех, с кем ты, кого ты знаешь на улице, твои друзья, все вокруг тебя будут давить на тебя, чтобы ты стал таким, как все. И если взрослые люди, уже более сформировавшиеся, и им легче подчас бывает, как сказать, отличаться, они менее зависимы от мнения окружающих, то подростки и молодежь сильнее зависят от мнения сверстников. Им тяжелее быть белой вороной. Отличаться. И нам нужно помочь им, показать им силу, которая у них есть в Боге, чтобы они могли принять решение, которое может изменить их жизнь. И вот решение, которое Сидрах, Месах и Авдинага вместе с Даниилом принимают, становится ключом, который открыл Божие благословения в их жизни. Хранить себя нескверненными от этого мира. Итак, пять решений. Мы видим, как эти решения направляют нас по жизни. Это на самом деле, вы будете удивлены простотой на первый взгляд. этих решений, которые я вам хочу предложить сегодня. Которые я глубоко уверен, если вы примете и будете держаться этих решений, Бог даст вам силу повлиять на ваше поколение. Бог даст вам благодать быть сильным христианином, который сможет влиять на ваше поколение. Первое решение, которое ты должен принять в своей жизни. Любить Библию. Очень сложно. Это очень глубокая истина. Но она настолько, казалось бы, лежит на поверхности, что ее почти все время от времени забывают. Казалось бы, проще не бывает. Ну, что ты, ну, Библия. Да, конечно, все должны читать Библию. Да, аминь. Но это не факт, что мы ее читаем. Люби Библию. Люби Библию. Читай Библию каждый день. Ты никогда не сможешь быть сильным, если ты не будешь наполнен Словом Божьим. Недостаточно, что ты слушаешь проповеди. Замечательно и прекрасно. Слушай, но этого недостаточно. Ты должен сам быть наполнен Словом личным. Аминь. Помните, когда Иисус был искушаем дьяволом в пустыне? Что он отвечает за то, что победить его? Слово Божьего. Написано. Сказано. Что? Так и так и так. А вы знаете, что? Иисус цитирует, там было три искушения, и Он три раза цитирует Ветхий Завет. А вы знаете, откуда эти статы? Они все оказываются из одной книги, из книги Второзакония. И все находятся в пределах трех глав. Вы можете проверить. В пределах трех глав. Я не знаю. Это лишь мое предположение. Но может быть. Это были те три главы, которые Христос в тот день читал. Которые позволили Ему в тот день победить Лукавого. У Христа было много вещей, которые Он делал. Описано, например, по обыкновению пошел в Синагогу в день субботний. Совершенно очевидно, что и Слово Божие для него было доброй традицией быть наполненным Словом Божиим. Если ты хочешь быть сильным и побеждать Лукавого, помнишь, что Иоанн говорит? Юноши, вы сильны, победили Лукавого. Потому что Слово Божье пребывает в вас. Поэтому мы победили Лукавого. Если ты хочешь быть сильным и влиять, ты должен быть наполнен Словом. Ты должен быть наполнен не сериалами, или там еще чем-то. Я не говорю, что ты не можешь посмотреть какой-то фильм. Ни какой-то проблемы в этом нет до тех пор, пока твой фокус на Слове. До тех пор, пока твой фокус на Боге. Аминь. И люби Слово Божие. Прими решение наполнять себя Словом. Каждый день чего бы тебе это ни стоило. Некоторые говорят, ну хорошо, у меня нет времени читать. Ты знаешь, лучше читать одну главу, но каждый день, чем десять глав один раз в месяц. Конечно, еще лучше две главы каждый день. А три вообще хорошо. Но хотя бы что-то, но постоянно. Будь постоянен в том, как ты погружаешься в Слово Божье. И Бог даст тебе любовь к Его Слову. Ты будешь удивлен, какая жажда проснется внутри тебя, когда ты будешь снова и снова возвращаться к Писанию. И Слово Божье будет опускаться глубоко в твое сердце. Давид пишет в 18-м псалме. Закон Господа совершен. Укрепляет душу. Ты чувствуешь себя слабым? Спасибо за искренность. Все остальные никогда не чувствуют себя слабым. Ну вот здесь написано. Закон Господа совершен. Укрепляет душу. Когда мы чувствуем себя слабым. И откровение Господа верно умудряет простых. Мудрость тебе нужна? Нужна. Писание говорит, что в Слове Божьем, в откровении, есть мудрость для простых. Повеления Господа праведны. Веселят сердце. У тебя бывает депрессия? Ну, в Белгороде ни у кого не бывает, но... Слово Божье дает нам радость. Человек, который любит Писание, всегда будет радостным. Заповедь Господа светла, просвещает очи или освещает. Иисус говорит, что мы очищены посредством Слова. Я уже очистил вас посредством Слова, которое было проповедовано. Бани водные посредством Слова. Итак, Слово Божье приносит нам свет в жизни, освещение, очищение. Как победить грех? Помните, Писание говорит, как юноше хранить в чистоте путь свой? Хранение себя по Слову Божьему. Такие простые вещи, казалось бы. Но иногда тусовки... Это все прекрасно и хорошо, но без Слова это пусто будет. Если это не стоит в центре, тогда все вот это вот... Оно только опустошать будет меня. Страх Господень чист пребывает вовек. Суды Господни истинны, все праведны. Они вожделение золота, даже множество золота. Давид говорит, для меня Слово дороже, даже если множество золота чистого. Слаще меда и капель соток. Он говорит, для меня Слово желаннее, чем мед. Раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Ты хочешь получить награду? Люби Слово Божье. Прими решение любить Библию. Скажи себе, ни дня без Библии. Аминь. Ни дня без Слова Божьего. Если ты был занят так сильно, что не смог, ну, бывает. Тогда обязательно на следующий день снова вернись к Слову. Пусть никогда Библия не отходит от уст твоих и от глаз твоих. Всегда пребывает в Слове. Второе решение, простое, отвечу. Прими решение жить верой. Жить верой. Доверять Богу. Что ты не будешь смотреть на обстоятельства и на свои эмоции, но ты будешь, примешь решение жить верой. Вот тогда у тебя начнется приключение, я тебе гарантирую. Пока ты ходишь видением, а не верой, приключений мало. Так только ты начинаешь жить верой, вот тогда начинаются приключения. Бог тебя подведет в такие места и в такие передряги, да, из которых ты сможешь выйти только верой. Зато сколько у тебя впечатлений будет и истории потом внукам рассказывать. Поэтому прими решение жить верой. Прими решение доверять Богу во всем. И это само собой выльется, когда ты будешь жить в Слове, в Писании, когда ты будешь читать Библию, любить Библию. Ты будешь жить верой. Прими решение доверяться им. Не бояться предпринимать какие-то смелые шаги. Когда Бог тебя будет вести, что-то делать, не бойся это делать. Столько раз люди боятся сделать какой-то смелый шаг. Может быть это поехать на конференцию молодежную. Ты думаешь, 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 думаешь целый год. Знаешь, не надо думать, надо прыгать. Не, ну думать надо. Думать надо. Но иногда мы слишком долго думаем. Я помню, как однажды я был в горах. И мы на горной реке сплавлялись на таком, как плот, на плоте, плот на плоту. И мы в одном месте такая была как заводь, где чуть-чуть скорость реки упала. И мы там спрыгнули с плота. И надо было подняться на скалу. И там очень такая красивая скала. И очень глубокая такая заводь. И там обычно все, это как часть маршрута. Нужно было прыгать с этой скалы туда. И, ну, вроде не так много. Там метров, ну, пять. Ну, это когда снизу смотришь, вроде рядом. А когда ты туда поднимаешься и смотришь вниз, это немножко иначе выглядит. И я не могу сказать, что я отношусь к тем людям, которые очень сильно высоту любят. И люди начали идти. Один, и второй, и третий. И вот моя очередь подошла. И я стою такой. И думаю, прыгать, не прыгай. Ну, как бы доказывать мне не нужно никому ничего. Я не должен действовать под давлением. Что, я обязательно должен прыгать, чтобы всем доказать, что я крутой. И не надо никому ничего доказывать. Но я подумал, ну, вот я сейчас здесь стою. И я могу войти в историю. Ну, по крайней мере, в своей жизни. Как тот, кто посмотрел и не решился. Или я могу войти в свою, по крайней мере, историю, как человек, который посмотрел и прыгнул. Так вот, так много людей в их жизни. И я подумал, ведь я никогда, может быть, даже сюда не вернусь. И у меня не будет этого шанса переделать это. Поэтому, когда есть возможность, нужно делать. Нельзя позволять страху победить тебя. И я так рад, что я прыгнул. Это оказалось не так страшно, как казалось. Но, точно так же в нашей жизни бывают такие ситуации. Вот открывается дверь, а мы стоим и смотрим. Вот, может, в метро, да? Ты стоишь, дверь открывается, и кто-то стоит и смотрит. Идти, не идти. А куда этот поезд идет? А вдруг он меня не туда привезет? Спасибо. Вдруг он меня не туда привезет? А вдруг это неправильный поезд? А вдруг это не мой? И люди думают. Пока они думают, дверь закрывается. И они стоят дальше на платформе и думают. Так вот, жизнь верой, ты никогда не будешь на тысячу процентов уверен, что это безошибочно Бог. Вот в моей жизни, по крайней мере, было так. Когда Бог меня во что-то вел, у меня было внутреннее свидетельство. Я был уверен, что это Бог. Но я не могу сказать, что у меня не было такого, а вдруг не Бог. А вдруг это, а вдруг не Бог. Хорошо. И что, если не Бог? Я же не банк иду грабить. Тогда и не надо даже думать, Бог или не Бог. Это и так ясно, что не Бог. Ну, например, я помню, как Бог начал вкладывать в мое сердце желание ехать учиться в библийскую школу. Ну, не знаю. Я подумал, ну, хорошо. Но если это не Бог? Что, сатана меня ведет изучать Писание? Ну, конечно, это Бог. Ну, а если это не то неправильное? Что значит неправильное время? Как понять неправильное время? А когда оно правильно? Всегда неправильное. Всегда чем-то можно заняться другим. И чем-то, что-то под руку попадает другое, что хочется отвлечь внимание. Я заметил, вот, все хорошо. Потом вот решишь, все, сейчас буду молиться, читать Библию. Садишься читать Библию и молиться, вдруг начинают звонить тебе. Вдруг ты замечаешь, что цветок как-то неровно стоит, надо подойти поправить его. Там, ой, вот этот, что-то надо, ой, и этот. Думаю, зачем 300 лет стоял на стакан здесь, я на него внимания не обращал. Решил здесь почитать Писание, а сразу заметил, что он криво стоит. Мне надо отложить 100, вот это надо сделать, вот это, но потом ты вдруг себя ловишь, что ты уже давно чем-то другим думаешь и занимаешься, да, вместо того, чтобы заниматься тем, на что ты отделил время. Итак, жить верой, это значит, ты примешь решение не бояться делать что-то, если ты веришь, что Бог тебя ведет. Что, если ты ошибся? Ничего. Самая большая ошибка, это бояться ошибиться. Делай шаг, Вера, не бойся. Я видел людей, которые, вы знаешь, есть ведь в конце жизни люди обычно жалеют о том, что они так и не сделали, а могли бы, но так и не решились по каким-то причинам. И лучше попробовать, особенно если это и так очевидные вещи. Не знаю, там, сделай, вы знаете, у нас в Самаре, я был так впечатлен, был один молодой парень, он и сейчас есть, он меня так сильно впечатлил. Он решил, я еду на конференцию в Москву. Ну, одно дело решил, другое, деньги есть. А денег нет. А он решил, я еду. Все, я еду. Я всем говорил, я еду, я еду, я еду, я еду, я еду. Вот приходит день, когда ему надо ехать, а денег у него нет. Он говорит, я еду. Он собирает вещи, берет чемодан и едет на вокзал. Понимаете, я был просто настолько впечатлен верой этого парня. Он говорит, я ничего не знаю. Я еду на конференцию в Москву. Несколько человек, которые вместе с ним ехали, сказали, слушай, он должен поехать. Они там между собой сбросились и купили ему билет туда и обратно. Бог его благословил. Когда он приехал в Москву, там кто-то его благословил деньгами. Он еще вернулся домой и еще подарки привез. Я подумал, вот это вера. Вы знаете, что у евреев в их ежегодном расписании богослужений в синагоге есть особый период такой, когда они обязательно должны молиться о дожде, чтобы в Израиле был дождь. И вот в это время ортодоксальные евреи, где бы они ни находились в мире, они молятся, чтобы в Израиле шел дождь. И потому что это очень важно для Израиля. Если нет дождя, все останавливается. В этот день евреи обязательно идут в синагогу с зонтиком. Даже если на улице плюс сорок. Потому что, а как это я буду молиться о дожде и без зонтика идут? Значит, я не верю. Вот я бы очень сильно хотел, чтобы мы, христиане, молодежь особенно, да все вообще, приняли решение жить верой. Как насчет того, чтобы поехать на конференцию? О, я не знаю, ну вот здесь, а вот тут, а я не знаю, а где я возьму это, где я возьму это? Да, это вообще невозможно. Собирай чемодан и иди на вокзал. Ну это странно. А Вера сделает тебя чуть-чуть странным. Но главное, чтобы чуть-чуть. Если я очень странным, то это уже не Вера. Да, но лучше быть странным, но жить с Богом. Аминь. Прими еще следующее решение, третье. Жить в святости. Вот эти решения изменят твою жизнь. Любить Библию, жить верой, жить в святости. Жить свято. Как Даниил, 1 глава, 8 стих. Положил в сердце своем, не оскверняться явствами со стола царского. Прими решение жить свято. А для молодежи, это для всех актуально, но для молодежи особенно актуально. Начни свою жизнь правильно. Начни свою жизнь чисто. Есть вещи, которые я должен просто решить, они не войдут в мою жизнь. Девушка, парень, выпей себе кольцо, на котором написано, есть такое движение, True love waits. Настоящая любовь ждет. Посвяти себя тому, чтобы дождаться своего будущего мужа или жены. И даже если в твоем классе все рассказывают друг другу крутые истории о том, сколько у них уже всех побывало и было, ты не обязан быть одним из них. Помни? Ты не обязан быть одним из них. Ты можешь быть как Даниил. Одна девушка однажды рассказывала о том, что в ее классе над ней смеялись ее одноклассницы, что она живет чисто, что у нее не было парней, что она ждет мужа. Над ней смеялись. А, ты как ненормальная. Сейчас никто так не живет. Когда очередной раз над ней так шутили, она повернулась к этим девушкам, которые над ней шутили, и сказали, знаешь что? Она ей сказала, этим девушкам. Я могу стать такой, как вы, за пять минут. А вы такой, как я, уже никогда не станете. Больше над ней никто не смеялся. Поэтому прими решение жить свято. Аминь? Аминь? Аминь. Прими решение жить свято. Не продавай свою чистоту, не продавай свое посвящение Христу никогда за похлебку, которую дьявол хочет предложить нам. За то, чтобы тебя приняли твои сверстники, чтобы тебя приняли твои друзья, чтобы ты выглядел таким же крутым, как остальные. Ты уже крутой в глазах Бога, если ты живешь свято в греховном мире. Аминь. Поэтому прими решение не оскверняться от этого мира. Ходи в чистоте. И тогда Бог сможет тебя использовать. А если запятнаешься грехом, ты потеряешь силу. Ты не сможешь влиять на этот мир, если будешь сам, как этот мир. Еще одно решение, четвертое. Прими решение быть поклонником. Будь поклонником Иисуса. Поклоняйся Ему. Пусть вся твоя жизнь без остатка принадлежит Ему. Или, можно сказать, люби Иисуса. Потому что поклонение и любовь – это суть одной и той же. Поклонение – это высшая форма выражения. Когда я говорю Христову о том, насколько Он для меня дорог и бесценен. Будь поклонником. Я на 4.23 Писание говорит, что Бог себе ищет поклонников. Аминь. Которые вы поклонялись в Духе и Истине. Поклонение – это не определенный стиль музыки. Это стиль жизни. Аминь. Это стиль жизни. Я поклоняюсь не только, когда я пою. Я могу поклоняться без слов. Аминь. Слово «поклонение» вот с греческого переводится как «целовать руку в знак почтения и благоговения». Или глубоко и низко кланяться, буквально касаясь лбом земли, выражая таким образом свое почтение и восхищение. Другими словами, это когда все мое сердце целиком восхищено Господом. Поэтому прими решение жить такой жизнью, что ты будешь влюблен в Христа. Аминь. Спасибо за ваш энтузиазм. Аминь. Я знаю, что, может быть, вы чуть устали просто. Я понимаю. Итак, будь поклонником. И последнее, пятое решение. Вот эти решения могут изменить твою жизнь. Поверь мне. Они не звучат как-то помпезно. Они не звучат как фанфары. Ту-ду-ду-ду-ду. А звучат очень буднично, повседневно. Читай Библию. Будь поклонником. Живи верой. Живи свято. И последнее. Будь свидетелем для Христа. Прими решение, что где бы ты ни был, ты будешь свидетельством для Христа. Аминь. Словами, делами, поступками, как угодно. Что ты не будешь прятаться. Я помню, как я пытался, ну как, я обычно не обучал, а делился со своими детьми. Я помню, они такие же дети. Они дети пастора, но это не значит, что они из другого теста сделаны. Я помню, как они первый раз, они учились в христианской школе, а потом пошли в нехристианскую школу, где неверующие все. Я помню, они волновались. И через какое-то время я спросил, вы сказали, что вы верующие? Говорили, папа, мы немножко боимся. Я говорю, если вы не скажете, вы, ну как, это как прививку сделать. Чем дольше ты оттягиваешь, все равно придется делать. Поэтому вы лучше скажите, у вас меньше даже трудностей, проблем будет. Вы думаете, что вы этим спасаете себя от чего-то? От каких-то там трудностей? На самом деле, вы создаете для себя постоянные такие ситуации, с которых вы должны придумывать, как выкрутиться. Когда вам предлагают закурить, вы должны придумать, что проклятые рудники, не могу, или там спортсмены, или еще что-то. Ты скажи, я верующий, я не курю. Я тебе гарантирую, больше тебе не будет никто подходить предлагать тебе закурить, потому что все понятно. Наоборот, будет больше подходить. Нет, больше подходить не будет, если ты один раз скажешь это. Внятно. Но подходить будет больше, чтобы спросить про твою веру. И я говорю, вы скажите о том, что вы верующий сразу. Но многие вопросы сами отпадут. Конечно, это создаст дополнительное давление. Кто-то будет смеяться, кто-то будет подшучивать. Но если вы это пройдете, люди в итоге будут, наоборот, интересоваться тем, что же у вас такого. Постепенно, как-то, ну, где-то не все получалось, так шаг за шагом, шаг за шагом. Я так радуюсь, глядя сегодня на то, как они окрепляют в вере. Я знаю, что они не стыдятся того, что они христиане. Я знаю, что они проповедуют Евангелие, где бы они находились. Я знаю, как они горят тем, чтобы проповедовать Евангелие. Как я уже сказал, моя дочь привела 14 человек за год в церковь. Я думаю, слава Богу. Все знают, что она верующая, директор ее приглашает. Там, когда вопросы какие-то есть, знаете, по литературе сейчас Библию изучают. Она говорит у нас, по литературе, когда была Библия, весь класс смотрел на меня. А что скажет Катя Неветина? Учитель у нее спрашивал, это же так, Катя, да? Это так, да? Потому что он, вот там вот так написано в Библии, Катя говорит, это написано в другой книге, не в той, которую вы сказали. А, да, и у нее все переспрашивали. И, конечно, все равно есть те, которые не соглашаются, и те, которые там подсмеиваются и так далее. Но даже когда, знаешь, я заметил так, мир, и особенно молодежь, они так устроены. Если они подсмеиваются, значит, они неуверенные. Очень часто. Они подтрунивают, потому что, если они примут это, они начинают чувствовать себя неуверенно. Это способ выражения их неуверенности. Способ, как бы, ну, показать, кто они, когда они начинают над кем-то другим пошучивать. Но даже если это так, будь как Сидрах, Месах и Абдинага, даже если меня в печь бросят, я все равно буду поклоняться Христу. Аминь. И я все равно буду о нем свидетельствовать. Аминь. 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 Сделать что-нибудь. Я помню, как наша молодежь инициировала такое, купить молодежный Новый Завет и подарить в школе одноклассникам. Они подняли столько энергии, высвободили. Пять тысяч новых заветов. Школьники откладывали деньги, которые родители им дают на мороженое, чтобы купить новые заветы для своих одноклассников. Пять тысяч за рождественскую неделю новых заветов они раздали в своих школах. Вау. Я думаю, это стоит того, чтобы сказать слава Богу, я не знаю, хоть как-то отреагировал. Пять тысяч новых заветов, которые они сами купили и подарили. Я думаю, лучше пусть они думают так, и так себя ведут, и так посвяти себя тому, чтобы гореть для Христа. Аминь. И быть свидетелем для Него. Потому что это лучший способ защиты от греха это нападение. Другими словами, самому идти и проповедовать, чем сидеть и думать, может быть, пронесет, может пронесет, может пронесет, может быть, не надо. Лучшая тактика это нападение. Иди ты и проповедуй. Аминь. И лучше делать это не один. Но проповедуй. Знай, что ты вместе, вместе с Остарливьем, вместе с Церковью. Вот эти простые решения. На первый взгляд, простые, но судьбоносные. судьбоносные. Начни это делать каждый день. Шаг за шагом, мало по малу. Не обязательно какие-то сверхгигантские подвиги совершать. Начни с малого. И эти малые шаги приведут тебя к большим победам. День за днем. Победи сначала свою лень и прочти две главы Библии каждый день. Ты одержишь победу в этом, начинай что-то другое. Аминь.